Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 13 ноября, и давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущая торговая неделя, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.1676, ну а обновление минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу в области 1.1622, уже вернет нас к продажам по данной паре. Но пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. Пара британский фунт, американский доллар в пятницу обновила локальный максимум от четверга, но сегодня с утра мы видим открытие с гэпом, и сегодня уже торгуемся последние несколько часов ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Закрепление ниже данного уровня вернет нас уже к продажам по данной паре с целями движения в область 1.3028, поэтому важно отследить закрепление ниже отметки 1.3112. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Сегодня с утра мы видели уже обновление максимальных значений в пятницу, что в свою очередь нас возвращает к покупкам по данному активу с ближайшими целями движения в область 1.114.60. Но важно для развития данного сценария, чтобы пара осталась выше минимальных значений, которые мы увидели в пятницу на отметке 1.1321. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция преобладает на укрепление. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент тенденция нисходящая продолжается, но сейчас мы видим уже попытки закрепления выше максимальных значений, которые были отмечены в пятницу. Закрепление выше данного уровня вернет нас к покупкам с целями движения в область 1.28 и далее на 1.29. Возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений, которые мы увидели в пятницу в области 1.2664. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое снижение. На текущем момент ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы увидели в пятницу в области 1.7652 и далее уже пойти на 1.7597. Преодоление максимальных значений пятницы в области 1.7696 уже вернет нас к покупкам по данной паре с целями движения в области 1.7730 и далее на 1.78. На текущий момент продажи остаются в приоритете. Пара еврофунт продолжает укрепляться. На текущий момент ближайшие цели это обновление максимальных значений, которые мы видели в начале ноября. Это область 1.8930. Ну а возврат к продажам будет актуален в том случае, если еврофунт сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 1.8810. Тогда можем пойти уже на 1.8727. По золоту сегодня мы видим продолжение нисходящей тенденции, которая была сформирована в пятницу после преодоления минимальных значений четверга. На текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 1.273 доллара за тройскую унцию, ну и дальше пойти уже на 1.258. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 1.287 долларов за тройскую унцию с последующими целями на 1.303-1.304. Нефть марки Brent на текущий момент пока находится в преобладающем нисходящем краткосрочном тренде. И на текущий момент ближайшие цели это закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. То есть уход ниже отметки 63.58-57 и далее уже пойти на 60.48. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 64.53 с последующими целями движения на 67. По индексу DAX коррекционное движение на текущий момент сохраняется. Мы после начала данной коррекции, которую мы видели на 8 ноября, данная тенденция на текущий момент сохраняется. И ближайшие цели для нисходящего коррекционного движения по индексу DAX это закрепиться ниже отметки 13.091 и пойти дальше уже на 12.900-12.700. Возврат к покупкам, а значит и движение в сторону основного тренда будет актуально после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 13.219 с последующими целями на 13.400 и на 13.540. Ну и в завершении, как всегда, на биткоин. По биткоину в пятницу мы видели уход ниже минимальных значений четверга, что в свою очередь нас вернуло к коррекционному нисходящему движению. И вчера доходили до минимальных значений уже в области 5450 долларов за один биткоин. На текущий момент коррекционное движение нисходящее сохраняется. Возврат к покупкам по данному инструменту будет актуален только после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в воскресенье на отметке 6447. Пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция провладает на снижение. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Напоминаю, что сегодня, как всегда, каждый понедельник в 19.30 по Москве пройдет вебинар, на котором мы более подробно разберем все из вышеперечисленных инструментов. Ссылку на регистрацию на данный вебинар вы сможете найти под описанием к этому видео. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся уже на вебинаре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok